Приветствую дорогие друзья! Хочу вам выразить благодарность за то, что поддерживаете Голубку Райс. Вы самое главное не забывайте про своих животных. И в случае, если видите, что какие-то недомогания у животных, незамедлительно обращайтесь к ветврачу. У нас сейчас Голубку за состоянием здоровья, помимо нас, смотрят два врача. И, ну, не знаю, неутешительные новости в том, что у нее поражены фактически все органы, весь организм. Операцию действительно делать нельзя. Вес у нее очень малый. И пока что она на таком щадящем лечении. То есть всю эту кучу лекарств ей давать нельзя, потому что она просто сгорит с ними. Состояние, как я говорил, стабильное. Хотелось бы, чтобы оно было лучше, чем сейчас, но, по крайней мере, оно просто стабильное. Не шаг влево или вправо. Просто как есть. Я буду обязательно вас держать в курсе. И чуть позже, я надеюсь, как ей станет получше, я сделаю более подробное видео о том, что мы ей давали, что прописали. Если захотите, прикреплю рентген снимок. В общем, все подробно увидите. Сейчас даже нет времени делать такое полноценное видео. Я все снимаю на телефон, буквально без обработки. У нее сейчас еда и водичка находятся и внизу, и вверху, чтобы далеко ходить не нужно было. Ей сейчас некомфортно сидеть на жердочке, и вот, чтобы у нее всегда водичка и кушанье были в доступе. Сейчас ушла вот туда, повыше, видите, да? Но в целом она сидит и отдыхает вот на этой черной шапке. Вот видите, у нее такая шапочка, это моя старая шапка. И вот она на ней сидит. Ей, видимо, комфортнее здесь внизу, нежели на жердочке. Отдыхай, Раиска, отдыхай. Соседи какие-то ругаются. Ух, прямо громко как. Раиса, слушай, вон тебе. Бесплатное ток-шоу. Разбор отношений. Ух, прямо. Надо им по стене постучать. Вот видите, какая она сейчас разборчивая в еде. Поэтому приходится докармливать. Потому что в здоровом состоянии она кушает все из предложенных круп, да? То сейчас так, чего-то поклюет, чего-то не захочет. И чтобы вес не снижался, приходится докармливать. Ну, как будто снова птенчик, Раиска. Давай, давай, давай. Как будто снова птенчик. Ну чего ты? Давай, опа. Ну? Ай, вкусная кашка, да? Вкусная кашка из чечевицы. Ну? Смотри, как за тебя все переживают. Ну, ты просто обязана жить долго. Счастливую, долгую, голубиную жизнь кабачковую. Ну, вкусно. Давай еще, давай. Вкусная кашка из чечевицы. Давай, давай, давай. Тихонечко, давай. Давай. Все, я уже рядом. Никуда не уйду. Не переживай. Вот так, вкусно. Да, да, вкусно. Ну? Чечевицу уже полную не даю, потому что тяжело глотать ей. Надо щадящие кашки. Такие же, как мы делаем птенчикам. Ну? Вкусно? Вкусно? Давай еще. Давай, витаминная кашка. Давай, 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 давай. Последний не очень пошел, да, Раиса? А за окном там голуби летают вовсю. Барабашка и компания. Вон Раиса за окном. На балкон прилетели друзья пернатые. Классический голубь и черная голубка. Мертвый делом подсыпал крупу, барабашки и компания. Вон здесь целая крупиная сорти. Баря, поддерживай Раис. И давай ей всю свою голубиную мощную энергию, которой ты обладаешь. Давай, она же твоя пара. Вы какая-никакая, но пара. Скандалите, ругаетесь, живете часто на расстоянии, но тем не менее. Давай, поддерживай ее. Понял? Субтитры создавал DimaTorzok После прогулки и после кормления голубка Райс выглядит довольно-таки неплохо. Я думаю, вы сами видите разницу после вчерашнего вечера. было принято решение прекратить давать ей лекарства. Антибиотик давался долгое время. Чего делать нельзя, поскольку у птиц быстро обмен веществ. И ты куда идешь, курочка? И рентген-снимки решили показать еще нескольким врачам. Сейчас так сказать в быстром темпе решаем, что делать с Райской и дальше. Но опять же повторюсь, лекарства буквально вот этот день даваться не будут. чтобы самочувствие не ухудшилось. Бывает так, что человек Марта. И врач ведь может сделать ошибку и поставив неправильный диагноз и человеку, так и животному. Нужно быть уверенным на 100%. по крайней мере, мне сейчас спокойнее. Нахожусь с птицей круглые сутки. Она всегда всегда под моим наблюдением. вот видите, Марта тоже на заднем фоне тоже тут как тут поддерживает. Она, знаете, вообще у нас такая мать Тереза. Вот если дома конфликт, допустим, дерутся коты. она разнимает. Что-то повздорили голуби, она также разнимает. Скулит и разнимает. Вот мне нравится. Она собака-пацифист. Ей важно, чтобы в доме был мир, тишина и спокойствие. И конечно, она чувствует, когда другие животные болеют и находятся рядышком. Друзья, не переживайте, буду и дальше держать вас в курсе. В курсе всех обстоятельств. Как всегда, надеюсь на счастливый и хороший исход. Всегда верю в самое лучшее. Ну, видите, Раиска от еды каким шариком стала. Очень хорошо кашка. Кашка из чечевицы идет. Прекрасно. Раиска Ну, давай, давай. Вечернее кормление, Раис, давай. Я знаю, что уже спать пора. Ну, давай еще. Перед сном прием пищи. Давай, покушаем немножко. Колхозные съемки. Телефон поставил, как мог. Раиса, Раиса, давай, давай, тихонечко. Давай, давай, прием. Вкусная же полезная мешанина. Полезная, давай, подальше. Вкусно-то так. Полезно. Вес нужно набрать, Раис, давай. Было 180, должно стать 250, а лучше вообще сразу полукилограммовый кабачок. Ну, как Баря у нас. Баря, сколько ты весишь? По-моему, он по 300 грамм весит, больше жардяй. Да, Баря, тяжелый. Баря, голубь, кирпич. Тихо, тихо, Раис. Опа, вкусно. Ну, главное подальше засовывать в клювик, потому что у них в языке, под языком находятся дыхательные пути. Если засунуть слишком, так сказать, слишком мало, то можно таким образом погубить птицу. Она просто задохнется. Аккуратно выкармливайте, друзья. И подальше. Вкусно. Конечно, вкусно, Раиса. Ну, уже вечер. Может, мне с тобой здесь кровать поставить? Я нахожусь с ней рядом все время, кроме ночи. То есть, когда вот все, я уже выключаю здесь свет, она засыпает, я ложусь спать. За ночь я один или два раза встаю, без будильника, организм сам организм сам дает наводку. Встаю, иду проверяю, как она, все ли хорошо, жива ли. убеждаю, что Раиска жива, все хорошо, и иду сплю дальше. Потом, рано утром поднимаюсь, и у нее процедуры кормления, купания, лекарства, и вот так. Но благо, конечно, вот если бы это был птенец, кормить приходилось бы очень часто, поскольку это взрослый голубь, ну я кормлю раз, так сказать, раз в три часа я кормлю ее так хорошо. Чаще и не нужно. А вот птенцами, я помню, каждые полчаса, ну каждый час точно. Они постоянно есть хотят. ну вот один шприц и тебя бабахали. Но, Раис, это мало, нужно еще. Все, Раиска, доброй ночи. Все будет хорошо. Я знаю, все будет хорошо. Баря, поддерживай свою жену, поддерживай Раису. Баря, у тебя же жена болеет. Ни стыда, ни совести. Дорогие друзья, он вам так настроение решил поднять. Сейчас нахожусь постоянно с Голубкой Раис, просто 24 часа всегда с ней, чтобы всегда видеть состояние здоровья, что-то меняется или не меняется. К тому же приходится постоянно докармливать, чтобы вес у нее не падал. А вес сейчас составляет 180 граммов. Это критический низкий вес. Все, не растягиваю видео, заканчиваю. Еще раз спасибо вам за поддержку и не забывайте о своих животных, берегите их и смотрите за их состоянием, друзья. Спасибо за внимание.